Регулярные встречи главы района с главами поселений позволяют вырабатывать единую повестку для всего муниципалитета, грамотно перераспределять усилия и в конечном итоге добиваться большей эффективности в работе. Много полномочий, которые перешли от поселений в район. Какими-то полномочиями мы обратно поделились. Вы находитесь, что называется, там на земле, работаете с людьми. Очень важно нам получить обратную связь, получить от вас информацию о том, как работают эти полномочия. Особое внимание глава района на подобных встречах уделяет работе вновь создаваемых муниципальных учреждений и исполнению губернаторских программ. Что же касается конкретно Голицына, то Андрей Иванов также интересовался ходом реализации проектов по созданию парковых зон, строительством транспортно-пересадочного узла и развитием культурного центра «Октябрь». Мы последние годы вкладываем на значительные деньги в это культурное учреждение. Хочется понять, дает ли это эффект, что говорят жители, нужны ли им кружки и те культурно-массовые мероприятия, которые вы там проводите, какая в этой связи проводится работа и возможно еще необходимое расширение и дополнительное строительство аналогичных культурных объектов. Решение стоящих перед поселением задач невозможно без работы по наполнению муниципального бюджета, который в последнее время растет на 10-15% в год. Это позволяет дополнительно финансировать и социальную сферу, и благоустройство. Недавно Голицына приняла и новый генеральный план развития, внеся в него многие проблемные вопросы. Сделали транспортную структуру, сделали дополнительные дороги, которые свяжут северную и южную сторону. Предусмотрели все социальные пробелы, которые у нас есть, школы, детские сады. Проблемы у нас с детским садом, вы знаете, мы буквально недавно с вами встречались и вы поддержали. Поэтому мы готовимся сейчас к стройчатству. Готовлю презентацию по всем нашим, скажем, участкам, которые у нас свободны, где есть возможность построить и фок, и детский сад, и культурно. Публичное слушание проводили по Генту? Все их вопросы, которые они задавали нам, мы предусмотрели в этом генеральном плане. То есть все замечания попали у вас? Все замечания, да. Но они ясны. У нас нет детских садов, у нас нет фока. Вот это основное то, что у нас нет. У нас нет бассейна, у нас нет возможности, где молодежи провести время. Это у нас первоочередное. Отдельной темой разговора стало создание на берегу реки Большая Веземка парка, посвященного героям Отечественной войны 1812 года. Конечно, такой масштабный проект можно будет осуществить только при поддержке района и области. Зато он даст хороший импульс развитию всего поселения. Когда у нас появится такой парк, здесь усадьба, это место станет значительно привлекательнее для туристов, и необходимо будет думать о строительстве гостиницы. Да, это мы замкнем нашу, скажем, туристическую зону, когда мы с вами разговаривали. То есть мы здесь, на этом месте делаем музей, и с Рязаном у нас идет общение. Плюс вот эту пешеходную зону, которую делаем мы по-советски, это как раз вот мы закольцуем это. И у нас появляется тропа в Захарово. Да. Также в ходе встречи Андрей Иванов и Александр Дудоров обсудили вопросы дорожного строительства, ремонта подъездов и переселения из аварийного и ветхого жилья. Очень приятно, что Андрей Иванович владеет ситуацией в нашем поселении. Он переживает, он знает наши проблемные места, которые у нас есть в городе Голицыно. Очень приятно, что администрация Одинцовского района помогает, идет навстречу. Петр Горохов, Артем Ломонозов, телекомпания Одинцова.